Приветствую вас. Вы знаете, у вашей ситуации есть как некоторые общие моменты, которые, ну, опоследуют то, что с вами сейчас происходит, которые сделали возможным то, что с вами сейчас происходит, так и некоторые частные моменты, частные моменты, на которые мне бы тоже хотелось бы обратить ваше внимание. И, вы знаете, наверное, стоит предупредить, что вам может не понравиться то, что я вам скажу. Моя цель не в том случае не обидеть вас и не задеть, а моя цель вам помочь, помочь себе разобраться, но для этого требуется определенная работа. Поэтому, если вы к этой работе готовы и не боитесь трудностей, то я радеюсь вас примите мои слова нормально. Итак, вам 32 года, замужем не была, наших детей нет. Значит, с учетом того, что вы в течение двух лет встречаетесь со своим настоящим мужчиной, то получается, что до 30 лет вы не были в браке и у вас не было детей. Очевидно, Виктория, что за это время у вас были отношения. Ну, вряд ли у вас до 30 лет не было никаких отношений, не было мужчин. Кроме того, вы говорите, что это лучший мужчина, которого вы встречали, а значит, с чем сравнить у вас есть. Вот, собственно, и первый момент. Сколько у вас было отношений, чем они завершались, почему вы до сих пор не в браке, и почему у вас не получился за семью. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, второй момент у меня будет не по хронологии, как вы пишете, а по смыслу. И по смыслу, по смыслу, вы пишете, что вот ваш настоящий мужчина, это лучший мужчина, я цитирую, которого вы встречали. То есть формально происходит следующее. Вы человека идеализируете. Вы говорите, что он лучший. Это означает, что только с ним вы видите себя счастливой. Это означает сужение, по сути, выбора до него одного. А это говорит о зависимости. Когда женщина, именно женщина идеализирует мужчину, и если она считает, что только с ним будет счастлива, это налицо признаки зависимости, любовной зависимости. И у любовной зависимости есть также свои причины. Причины любовной зависимости – это потребности определенные, которые женщина пытается удовлетворить через мужчину. Это страхи в борьбе и в подавлении которых волей-неволей мужчины участвуют. И это, собственно, некие другие аспекты, о которых я скажу чуть позже. И понимаете, в любви, в любви нет ничего плохого. Но вы любите мужчину, и это хорошо, что вы его любите. Но получается, в учетом всего того, что вы пишете, что это лучший мужчина. Лучший, но он не дает вам того, чего вам хотелось бы. То есть вы пишете сами, что он вас не обделяет вниманием, лаской, дипломной заботой. Но при этом это не то, чего хотелось бы вам. То есть получается, что вы чего-то для себя хотите, и не принимаете то, что вам мужчина это дает. И здесь нужно сказать, что люби вы его любовью искренней и настоящей, чистой, правильнее сказать, чистой любовью. Вы бы принимали все, что он вам дает, и были бы благодарны ему за это, отдавая бы ему все это взамен. Я верю, что вы отдаете, и я верю, что вы благодарны. Но то, что вы пишете, говорит о том, что любовь у вас не совсем чиста. И вот с примечами этой любви и нужно разбираться. И, пожалуй, примечи любви начинаются с того, что мужчина намного лет старше вас. А проблема заключается в том, помимо того, что вы до 30 лет не были замыз. Правда, может быть, вы не хотели, но если не хотели, то опять же, почему? И как это увязывается с тем, что у вас нет детей? Проблема заключается в том, что вы не пишете возраст мужчины. И сразу возникает вопрос, почему? Окей, может быть, вы напишете возраст мужчины в приват эксперту, с которым, если захотите с кем-то поработать лично. Может быть, вы напишете возраст в дополнение. Но вы написали свой вывод и не написали возраст мужчины. Это говорит о том, что, скорее всего, здесь точно что-то не так. Помните, пожалуйста, мое предупреждение, когда я говорю, что вам не понравится то, что я говорю. И здесь также я делаю вывод на основе этого, что вы как-то непозитивно относитесь к возрасту мужчины. Либо вы его стесняетесь, либо вы его стыдитесь, либо вы считаете это что-то не очень хорошим. В общем, есть какой-то у вас внутренний, не протест, а может быть, противоречная барьера, которого вы, может быть, сами не осознаете. При том, что это мужчина лучше, это не отменяет того, что он лучше, но тем не менее. Значит, это вот еще один момент. Дальше, значит, мужчина в чем-то прав, когда говорит, что он уже не в том возрасте, потому что, смотрите, вам 32, вы пишете, что мужчина намного лет старше вас. Ну, давайте скажем так, что ему не меньше 45, например, ну, а может быть и больше. Значит, если он хочет стать отцом, если он становится сейчас отцом, то уже через 10 лет этот человек будет достаточно пожилым, а и ребенку будет 10 лет. И между ними, между ним и ребенком, его сыном, будет огромная пропасть, которую не преодолеть ничем. И понимания между ними не будет. Образа мужского поведения, образа сильного мужчины, активного мужчины, тоже, скорее всего, не будет. И вполне вероятность, что ваш мужчина это понимает. Подсознательно понимает. То есть всего, что я сказал, он не понимает, но вот по смыслу все нормально. Далее, племянники. Племянники это не дети, его дети. Это родственники. И родственники это совсем другое, он для них дядя. Дядя это, опять же, не отец. И поэтому вы принципиальную ошибку совершаете, когда сравниваете племянников и своих детей. Отношения между дядей и племянниками это одно. А отношения между отцом и его ребенком это совсем другое. И правда заключается в том, что вы хотите детей. Вы хотите детей. И именно поэтому вы сравниваете. Потому что вам обидно, что мужчины о детях заботятся. Могут заботиться о своих детях старинных. Но в этом моменте вы слепы. Вы не видите, что племянник это не то же самое. И вы видите только то, что он может заботиться о детях. Но вы не понимаете, почему он не хочет своих детей. Кстати, вы и не написали, сколько лет лет племянникам. Но в любом случае, если у него будет свой ребенок, я имею в виду мужчины, то разница в возрасте будет еще больше. И это проблема. Именно для отца. По всем статьям. И вот получается. С одной стороны, вы мужчину любите. С другой стороны, вы хотите детей, а он вам этого не дает. Но дети это еще полбеды. О детях скажу чуть поздно. Куда важнее то, что он не дает вам уверенность в завтрашнем дне. Тоже не очень понятно. Два года вы уже встречаетесь. Скорее всего, это не страх. Скорее всего, это такое более серьезное. И получается, что вы увязываете уверенность в завтрашнем дне непосредственно с детьми. Или есть еще что-то еще, о чем вы здесь не пишете. И если вы увязываете уверенность в завтрашнем дне с детьми, то это чрезмерная значимость детей для вас. А значит, сверхмотивация для того, чтобы стать мамой. А значит, наделение чрезмерным значением ребенка. То есть, для чего он вам нужен, почему вы так хотите быть матерью и так далее и так далее. Что вам это может дать и тому подобное. И во втором случае, в чем еще, ваш мужчина вас заставляет сомневаться. Чего вы боитесь, если у вас нет уверенности в завтрашнем дне? Понимаете? Уверенность в завтрашнем дне у человека в любом случае есть. Вне зависимости от того, один он или нет. Если у вас нет уверенности, значит, вы зависимы от мужчины. Мужчина должен вам дать эту уверенность, по вашему мнению. А он не должен. Эта уверенность должна быть у вас. И ее почему-то нет. И вот почему ее нет, нужно разбираться. Получается так, что мужчину своего вы любите, но не хочу, но хотите детей. Получаются две такие достаточно серьезные мотивационные стороны. И нужно оставить приоритет. Либо вы стремитесь к детям и для этого ищите себе подходящего мужчину, жертвуете данным мужчиной. Либо вы отказываетесь от идеи материнства и предлагаете забеременеть как-то по-другому. То есть, понимаете как? Мужчина не хочет надеться отцом еще и потому, что понимает, что в этом случае он должен и ребенку что-то отдать. А у него уже свое имущество, оно как бы завещано племянником. И он еще поэтому не хочет. Но вообще он уже не в том возрасте, это очень расплывчивый аргумент. Что это значит? В плане мужского здоровья? В плане средств? В плане чего? Тоже нужно уточнять. Но в любом случае, если вы его любите, вам это нужно принять и думать как самой достичь своей цели. Ну, например, вы можете сказать, что хотите родить ребенка, но будете воспитывать его сами, содержать его сами и ничего не покроете его замирать. Но вы так не хотите. Вы хотите, чтобы именно ваш мужчина делал все, что он делает, внимание, ресурс и любовь давал вашим детям. А вот это уже не понятно. Почему мужчина должен это делать, если он не хочет? Почему мужчина должен это делать, если у него нет желания? Вот тоже довольно интересный, на мой взгляд, момент. Ну или наконец последнее. Мужчина намного лет старше вас, это всегда для отца. Нечина, которая выбирает мужчину намного лет старше себя, это всегда незавершенное или как-то выделяющееся отношение с отцом. По сути, это действие анимуса, первичного мужского образа. И в этом мужчине вы ищете подсознательно отца. То есть, стабильность, определенность, серьезность, защищенность, может быть, что-то еще. И опять же, вы вправе, вот это все, что вы ищете в этом мужчине, получить самостоятельно, стать независимой и выстраивать отношения с другими мужчинами, принципиально иные, независимые, как у вас сейчас. Либо вы вправе остаться с тем, что есть, но принять, принять некоторые условия. Вы нашли самого лучшего мужчину. Вы молодец. Немногие могут сказать такую фразу. И получается так, что чем-то придется, кто-то придется отдать. Мне лично непонятно, почему вы чувствуете себя опустошенным. Почему вы чувствуете себя опустошенным от того, что мужчина направляет внимание на тех, кого он знал долго. Направляет свои ресурсы внимания и любовь на тех, кто ему дорог, понимая, что отцом он это не будет. Да, у него идет сублимация. Да, у него идет перенос нереализованных отцовских проблемностей на племянников. Это очевидно. Но это выбор. Это выбор человека. Если он в этом не видит проблему, вам иногда дается только принять. А вы не принимаете. И поскольку вы не принимаете, можно говорить о том, любовь ли это у вас. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Безусловно, здесь довольно много работы. Безусловно, с вами можно и нужно работать. У вас, мне кажется, есть определенные комплексы, определенные проблемы, непроработанные девки-родительские отношения. Вот. И я полагаю, что то, что вы терпите вот эту ситуацию, которая вам не нравится в течение двух лет. Кстати, когда она начала, тоже очень важный момент. Говорит о, опять же, том, как мы привыкли решать свои трудности в жизни. Человек, если ему что-то не нравится, если он считает это важным для себя и видит, что любимый человек, тот, кого он любит, не может ему это дать. Он либо добивается этого сам, либо отпускает это ради любимого, либо принимает во внимание тот факт, что то, чего хочет он, иными словами, то, чего хотите вы, несет вред вашему любимому мужчине. Если ваш мужчина станет отцом, он станет несчастлив на данный момент. По причине невозможности исполнения тех обязательств, которые он дал своим племянникам хотя бы для себя, дело не в завещании, его можно применять. И вы, получается, хотите сделать его несчастным. И какая же это любовь, задаю я вам вопрос. Еще раз напоминаю, что то, что я говорю, вам может не понравиться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.